дается вам сегодня по разному на какую тему предпочитаете без разницы нину есть то что интереснее всего обсудить в основном только слушаю так приходится выдержки хватает достаточно да вот сижу постоянно и вот предыдущий собеседник 15 минут но рта закрыть не мог рассказывал как как плохо живется вокруг все виноваты а он живет великой стране все вокруг враги каждое второе слово мат да это неудачники да и по и полу лица я их полу лицами называя они вот так вот тут камеру белый ну да тут есть живуны лежуны полу лица да такие вот характеристик не можно применить может вопрос у вас какой-нибудь есть интересно нет не все ясно нет это хорошо расскажите мне тогда я объясню двух словах что было понятно вот становится грустно скучно я вот захожу чат рулетку вот как предыдует как предыдущий попадается и все мне сразу радостно становится он же вам жалуется радуетесь чужому горю что грех грех ну конечно верно ну вот значит не стоит радовать чужому горю а что зачем ну зачем давать этому человеку какой-либо совет на солнце этот человек ну он закончился ровно с того момента как он начал употреблять под своей речи после того как он обвиняет все вокруг кроме себя все там все ясно зачем он давать какие-то совет там уже ничего не поможет не ну вы прям такой такой суровый человек там ничего не поможет людям люди знаете но как они приходят во многом в рулетку за не то чтобы за советом но за какой-то в участие может человеку не к кому обратиться муж семьи нет выйдет в рулетку с кем-то пообщается и полегчает а вы прям знаете так вот ну я достаточно недолго в чат рулетки и хочу вам сказать что люди которые сюда приходят это как тоже там пару-тройку предшественников до вас говорили персонаж тут сидят персонажи а что плохого персонаж это человек за персонажем за персонажем маска то есть он не является тем кем является данный момент в чат рулетки он не представляет себя он конкретно играть персонажа все это театральный такой актер роли актер это называется персонаж но он актера чат рулетка да это театр я вот именно как раз из тех людей которые приходят посмотреть это представление не но может вы что-нибудь обсуждаете надо как-то тему задать представление в основном поддерживая собеседника во всем что говорит прям во да чтобы ему ну стимулу что ну чтобы он чувствовал что он поддержит чтобы он раскрывался ну вот видите вы делаете чтобы он раз да поэтому нет никакого греха помоя людям раскрываться раскрывать своего персонажа снимать маски в аварию вспомнить ведь весь речевой свой оборот нецензурной брани нормально я доволен этого вам надо записывать ролики выкладывать их в youtube или куда-нибудь не надо не надо вы боитесь что наверно каково не знаю кого кого я могу бояться с был давайте давайте проведем с вами такой тест друг другу я буду говорить слова вы будете за мною повторять и мы выясним кто чего боится но только без матов я вас умоляю без мата не получится хотя хотя второе слово которое я скажу это не мат это на это именно рисательная да я понимаю второе я понимаю что вы говорите повторите за мной это сомневаюсь вот видите не но это не знаю я это это не значит что я не знаю что я так не считаю возможно что просто мне не нравится это определение вот видите у нас как у нас есть какая разница вот вы можете нашего президента и своего президента и наверное любого другого другого абсолютно любого абсолютно оскорблять и вы считаете что это нормально а я вот что нет ненормально смотрим что такое оскорбление что за глаз как ну это когда вот даются такие вот эпитеты смотрите давайте так мы поставим ну вот жирную точку в этом смотрите пропишите в гугле ну не мне вам рассказывать вы знаете эти два слова что вам выдаст это уже все это 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 слово уже но и может тоже то же самое если написать бог сама вы знаете сами знаете кого вылезет его на фотографии то скорее всего же самое поэтому кубу нам поэтому об этом ну не говорите это можно не говорить это глупости они не имеют никакого смысла вы можете не уважать человека но это не значит что его надо копить это какие-то ярлыки все начинается с развешивания ярлыков так и есть полностью согласен ну я же тоже не утверждаю что нужно их оскорблять нет они сами себя я вот знаете как вам скажу каждый народ во-первых достоин того правителя которого имеет это первая часть и вторая часть я бы так сказал что например мне должно быть плевать на ваше мнение это как вы называете например нашего президента также как и вам соответственно в обратную сторону если я и если я или вы считаем что наши президенты действуют во благо наших лиц на полость хорошая позиция поэтому вот если вы считаете что ваш президент действует не во благо вашего государства вам надо пойти на выборы поменять выборы выборы нескоро не но есть же разные механизмы есть импичмент есть он может в конце концов заболеть для для импичмента нужно оставать но он может заболеть например серьезно может потом погибнуть но и если он серьезно заболеет он сам себе с ними вот более того в отставку может выйти да то есть он устал человек не может больше чувствовать у нас же был такой я устал я муха вы так думаете президент позже президент может покинуть свой пост не пройдя весь срок а какой-то непонятной причине я чувствую себя плохо я состарился ухожу с поста у нас так было ухожу к у нас есть один был нельцин он взял сказал я ухожу я устал я ухожу но доме претендент ну класс совсем все по-другому это так скажу я даже не знаю свой мир может еще где-то вот но в соединенных штатах вообще убивали президенту тоже знаете ли дело такое даже ни одного по моему может и одного был кого-то в импичмент загнали вот ему там объявили я не помню президент помните и он не дожидаясь пока выгнут обвинение в саму золотом то есть но есть способы предложить человеку покинуть пост были были бы деньги и нужные слова помните как пресс на маце делать придают деньги от которого он не может отказаться необязательно деньги но он в этой стране деньги никто предлагать не будет почему закончилось время приложений таких что ж теперь они будут делать угрожать что ли жизни и здоровью я все по закону но это хорошо я с вами согласен лучше чтобы он а кстати вот например убийство тоже будет по закону ну то есть я понял сарказм такое вообще нет сарказма смотрите вот если какого-то президента убивают например ну вот например я не знаю там во многих странах в общем есть статья конституция где написано что если президент умирает он назначать за срочные выборы президент пример ну или там пример министр поэтому я дальше будет все по закону на выберут нового нет вы сказали бьют по закону это как нет выберу сменить президента по закону вот можно таким образом то есть одного убили и по закону вы сказали есть есть если его убьют это будет по закону ваши слова выборы имеется как выбор имеется ввиду по закону дальнейшем по закону я просто слава богу слава богу после порошенко у нас все по закону я вот на этом зеленский ну честно выбрал выборы до народ оступился ошибся зато эти выборы были честные оступился с выбором да неправильный выбор сделали а кого надо было порошенко выбирать конечно ну то ну наверно вам виднее как 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 оказалось да не может быть я не знаю вам вам виднее а если не порошенко вот если бы вместо с ним вместо был бы порошенко и какой-нибудь другой кандидат я отвечу продолжим или вы вот как вы думаете как думаете если было второй тур или первом туре победил бы не зеленский порошенко порошенко кто-нибудь еще во втором туре другие вы видели кандидаты я не разбираюсь ваших сортах поэтому дело делает дело не в сортах а конкретно в личности в персонах которые баллотировались на пост президента я никто никогда не выберет но как бы не рисовали рейтинге она никогда не будет никогда не говорите никогда есть место быть такому утверждению но есть все-таки факт в этой стране конкретно это личность президента не будет но неужели во первых во первых люди не уберут во вторых и просто неужели действительно в украине такой огромной стране с огромным населением выбор был по сути дела из двоих из зеленского и порошенко ну неужели нет полу 3 мог реально составить на туренту обоим знаете сколько стоит баллотироваться на пост президента страны в украине 2 миллиона гривен но это не такая большая сумма у обычного рядового жителя есть такая обычные рядовые жители никогда не участвуют в выборах правда участвуют люди с политического а это не странно на небу зачем политическое прошлое зеленского нет но у него деньги он не простой человек у него полна денег но я предполагаю у него же бизнес хороший нашел деньги на он как артист молодец у нового добился да ну нет я просто потому что попробуйте представьте любую другую страну где бы какой-нибудь обычный там повар стал бы всегда это либо человек из власти либо деньгами таких примеров очень много приведите тот же трамп узнать и кто человек с деньгами огромный миллионер миллиардер своими у него его или или как персонаж которого которому дали эти деньги ну как у него богат богатая богатая семья но он же сам тоже могла чудеса ночью абсолютно ну как у него там интересно он даже банкротствует страсту подал потом выкарабкивать будем но он же не политик тоже точно так же как зелен так вот и и потом вы сказали сша не показательный пример это вообще трамп это чудеса чудеса чудесные белоруссия кстати подходит если честно хватает если бы этому уделяет но полноценно но максимально времени и внимания но можно было бы конкретно каким апеллировать какими-то именами фамилии но этому внимание не уделяется но цивилизованном мире поверьте таких людей достаточно но я думаю как артист он он велико как президент он он не понимает как говорит что в конце концов и в соединенных штатах актер был идете по пути на секундочку этому актеру помогают этот аппарат президента если как вы прекрасно знаете ставит только палки в колес сколько он уже поменял сколько он поменял тоже своих людей не выгонял поменял уволил ну может они не справлялись стараются они попросту топчет его имя но честное имя своими действиями тому подобное но разве не видит могут набрать людей порошенко чтобы не топтали его имя он ненавидит но всеми фибрами порошенко как он может набрать людей с аппарата порошенко о чем на думай о чем его ненавидит вроде у него все было в порядке уступал кого зеленской нашей стране у всех все нормально независимость от того кто президент нас это в какой-либо другой стране до у людей все плохо когда какой-то определенный президент у власти здесь такого нету ему президент не мешал вести свои передачи снимать свои фильмы конечно поэтому конечно ему было хорошо он никаким он никоим образом не касался политики не пересекался тем более тем более сатира была политическая он вы она и есть он высмеивал все политическое политическая сатира там присутствует он высмеивал всех политиков абсолютно у него не было там левых правых там неважно называйте как заказуха то все равно было абсолютно нет мимо него не прошел ни один политик выдающийся в этой стране он на всех снял видеоролик с пародией с высмеиванием с конкретными претензиями и поэтому аврид что он заказной ну а на себя а на себя с ним кто заказчик на него снимают его же команда на него снимает посмотрите вы или нет но 95 квартал но там есть его 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 так же самого здесь стране ну понимаете вы можете спокойно говорить то что вы считаете нужно то что вы можете сказать мне кажется свобода слова это свобода слова вседозволенности направляется конкретно в действии нет слове ну вот то есть какой момент нужно применять к слову как таковому вседозволенность но это как минимум глупо серьезно потому что слова и но есть это поле а для того и дано чтобы его произносить ну вот например реабилитация нацизма словами вот это вот дозволено это что же слово это кто такое скажу это я у вас спрошу можно ли на словах реабилитирует натуре я считаю что вы говорите оправдывать ну правильно это же то есть говорить у меня нет то есть человек своими словами оправдывает нацизм ну да но это же его мнение личная свобода слова смотря в какой стране находится если он будет это если есть у нас можно если вам германии это а в германии нельзя германии там не меньше свободы слова так есть закон которым четко и ясно сказок как у вас тоже вроде нельзя нацизм и коммунизма оправдывает а кто оправдывает вот вот кто вот если кто-то будет он должен будет ответить перед законом правильно а есть закон такой ну насколько я знаю германии есть закон который который запрещает любую свастику любые выражения украина держа крайне можно свастику ну просто может узнаете мне кажется вопрос риторический вообще не вообще должно быть что нельзя ну по идее порвают ну и но в наше снова есть где осудили человека за набитую наколку сластику любую на теле и кто-то это увидел а есть но прецедент такой мне кажется у нас на хрящатике такой персонаж станет полностью будет забиты и обрисованы здесь будут цифры там здесь будет white power я понимаю все как все красиво будет а вот эти пистолетики вот эти все звездочки и он подойдет машине полицейской станет будет просто стоять им никто ничего не скажет нормально а что не а что ненормально ну вот это как раз по-моему и ненормально когда вот таких хамских или может на голосу этих самых оправдывать кто его оправдывает но он не трогает не он же себе наколол значит он считает что это хорошо вряд ли это его накал это его дело это его личное дело это его личное дело то что там себе наколол это во-первых во вторых это понимаете ну если мы начнем это обсуждать юридической плоскости то это просто рисунок набитый на тело то просто рисунок он не несет за собой никакую информацию немецкой фемида с вами может не согласиться и посадить ну так это же немецкая фемида и не немецкая германская в каждой стране по разному а французы качали германии есть он который запрещает об этом у них с этим там все серьезно они до сих пор в отвечают ну за то что натворил свое время понятный одноименный одноименный персонаж да они до сих пор за это отвечают получается в украине что ли это можно но как минимум не запрещают можно или не может но нельзя можно нельзя это тогда будет вот конкретный закон а вы думаете нет а он есть я не знаю у нас есть закон который заключает реабилитацию нацизма у вас есть закон который запрещает реабилитацию нацизма как объяснить ваше правительство человека который от сердца к солнцу будет если тубе видео посмотреть я точно не помню когда хоть это было кто это был где что мне забить что искать об этом очень много дискутировали наши блогеры английские с вашими все пытая наши пытается убедить но почему-то хотя говорят такого не было хотя есть видео как странная очень вещь конечно вот смотрите у вас есть вот закон верховной рады от пятнадцатого года написано закон украины про осуждение коммунистического цена национал социалист социалистического нацистского тоталитарных режимов в украине и запрещение пропаганды и к символике я вот даже вообще легко ночью если вы открыты этого это сверху вы речь сайта верховной рады соответственно ну значит символику нельзя пропагандирует а кто и конечно если вы будете кричать что это хорошо естественно закон то есть который запрещает а как пропаганда выглядит из чайки в наколках с крестами ходит по улицам разве то не можно нельзя как пропаганду расценить такие вещи возможно возможно я теоретически речь идет о том что вы сможете доказать в суде еще возвращаемся к юридическим термином и вообще как это будет преподносить допустим обвинение суду а со время защита скажет ну дядя идите получите заново вашу аккредитацию потому что это всего лишь рисунок на теле но уже конкретно не про это же не просто рисунок а конкретный рисунок то ради бога он где то есть какой-то официальный источник определяющий что конкретно вот этот рисунок является непосредственно можно и прямой можно поискать что конкретно считаете всему наверняка в этом законе даже написано возможно основные пункты крест красный флаг еще что-то какие-нибудь там черепа там и так далее это же все наверно тут да знаете это можно об этом говорить вечно давайте просто хотя бы возьмем в пример тех же ультрас кое-то коих вашей стране в десятки раз больше чем у нас как вы думаете у клубов в два или в три раза больше это в десятки но ультра там не в каждом клубе поверьте в каждом да даже вторых и городских лирах они есть ну это такие их на ли их маленькое количество до их маленькое количество но они есть да как вы думаете какие рисунки какие надписи они набивают себе на тело не видел вот у нас скрывают прячут потому что иначе их могут у нас он были дурачки которые бессмертный полк в интернете который проходил фотографии гитлера вставили часу пришли хорошо на каждом футбольном матче ведется видео фотофиксации видео съемка не здесь так особенно это ярко можно наблюдать в летнее время когда когда болельщики до снимает себя верхнюю одежду и все мы прекрасно можем наблюдать что там нарисовано что там написано почему никто не предъявляет обвинения если есть закон который это запрещает у вас или у нас у вас может они просто не снимают узнаешь не слышал никогда как из любой матч футбольный прописать когда камера снимает трибуны показать сколько болельщиков пришло и на конкретно фанатский сектор когда камера задевает а в летнее время когда они все прыгают и футболками наш верхней одежды там все прекрасно видно хоть кому-то обвинение было сколько сколько задержано около около футболистов так называемых задержан как вы думаете хоть кого-то обвинили то что на нем набито нарисовано ну давайте вспомним стычку с англичанами на чемпионате мира российских российских фанат бойня была откроет бой бой не было так я и не говорю что бой не было из тут я говорю бой не было из того что у них образ жизни такой фанатов это их не цель подраться с фанатами противоположного клуба там команды не важно только именно момент конкретный о том я говорю когда их задерживают а задержали там около 15 человек минимум это то что просто было сказано вот конкретно на телевидении но и задерживали их там видео же шесть где их пакуют конкретно в автозаке но и где они без верхней одежды войну в эти все наколки хоть кого-то осудили я вот обвинение параллельно сейчас я параллельно смотрю вот написал российский утро с нацистскими татуировками короче смотрю здесь украина не наверное не вижу а вот них наверно ручно понимаете да в чем прелесть хочет запретить то есть на данном пока это еще разрешено это какой год то есть до пятнадцатого года это было разрешено мне не не запрещено здесь написано разрабатывать законопроект запрете а тут мастерам делать татуировки в виде севастик и других на пустых символик ссылаясь на закон автора такого-то ну короче соответствии с законом то есть закон давайте разберем побыстром то есть то есть они хотят запретить тату мастера до пить наколки нацистского происхождения теперь давайте разберем это так двух словах то есть будет задержан какой-то человек x будет задержан например да да человек и на нем будет нарисовано там он подрался на улице с кем-то их приняли рисуем картинку на нем до замечают но у него на теле рисунок которые не расценили как нацистской символик ну да да то есть каких не дальше действует они узнают кто мастер могут попытаться узнать если это невозможно но почему только если человек не свою выгоду просто покажет на 1 попавшим здание не скажет люди и я вам я вам расскажу как к примеру это может делать люди которые бьют все татуировки они бьют не по одной штучке они уже там все набиты обычно чаще всего набиты по многу если мастер какой-нибудь набивает какую-нибудь интересную татуировки там условно уникальную он может ее выставить в интернете соответственно правоохранительные органы с помощью там компьютерных программ смогут найти то что он выставил найти этого мастера ну и соответственно если он может быть как быть с людьми которые когда начинают развивать свой бизнес конкретно тату салон он на себе там страничку соцсети да там любую свой сайт какой-то он собирает все возможные рисунки и выставляет их себе то есть тем самым он показать что он может здесь вообще еще важнее я понял о чем вы спрашиваете но воровать чужой точно также не хорошо к нему придут не надо чужой воровать то есть если он берет из интернета картинки на которых чужие татуки уникальные то он в каком-то смысле получается ворует чужие чужие рисунки чужие теле по лесу ну а значит он должен быть готов к тому чтобы что попадет можно выставлять наверное от этой уроке если выставлять то какие-то стилизованные то есть картинки татуировки не сами татуировки могут его а их картинки тогда я думаю претензий не будет потому что эта картинка с интернета а если вот на теле то реально могут прийти и сказать что мы тогда то есть как интернет смог ты набирать или скажи где взял мы туда придем я думаю довольно просто